прекрасные человеки на красном диване прекрасно диванные разговоры это ценой это выдерживает и это совершенно эта теория лично научного основания то неважно это вы знаете это свойственно пассиональным людям как был как каковым был академик никого я кочмар человек который посвятил себя изучению значит и армении и кавказских народов прекрасно знал эти материали прекрасно говорили на всех кавказских языках в том числе на армянском это был человек добрый вообще воплощение настоящего ученого почему вы выбрали именно его сказать имя в качестве бренда этого конкурса или этой премии потому что он редкий редкий образец такого истинного ученого абсолютно бескорыстный человек бессребрянник альтруист человек чести гуманист человек который мог свое дело а превратить в идею и придав это идея самые возвышенные измерения даже его ошибки в именно вот это графическая теория который сегодня многими вообще-то не выдерживает никакой критики это я не хочу говорить о маре о теории что фантастическое теории но и действительно там фантастика но даже в этой фантастике можно найти очень много интересного очень это это был это был человек который порождал всегда идеи разного типа идей то есть его научная работа это вы знаете вот вот это творчество это как праздник как он читал лекции он ночью работал утром приходил в университете то что работал в этом я рассказывал рассказывал вот это его волсты поэтому воспитал цельное поколение целью плеяде прекрасных ученых в том числе наш нашего академика и если обговорить урбель и он был один из его это был известный ученый покой не недавно столетном возрасте умер васима чабаев мне удалось застать еще некоторых его учили учеников да вот например был такой крупный курдовед исаки оси отцу кирман и этим вот тоже так же думал как он это был тоже хотя знал что это неправильная теория что мара критиковали тогда и но это были вот люди вот в празднике ходить вот у них как будто работа научно это перформанс представление проставили перформанс в короче мы здесь сейчас перформанс испортили это слово к сожалению сейчас много чего испортили слово поэтому и собственно мара мне кажется это прекрасный бренд для для нашего нашего конкурса вот нашей премии прекрасно благодаря руссотрудничеству как раз и вадим павловичу и филе сейчас у нас очень самое естественное сотрудничество с росссотрудничеством и я очень рад что у нас вот эти проекты в частности 2 проекта который которым сейчас скажет елена истерна вот благодаря вот сотрудничество российско-армянского университета и росссотрудничество дома москвы что будет дальше русский что будет дальше вот определили победителя на вот но есть еще там 20 книга я вам скажу каждый год это это будет как только закончится объявим новый конкурс на следующий год и там премии значит несколько ну хорошие хорошие во всяком случае этот вопрос рассматривается какие будут премии для первого места второго места третьего места и финансовые премии и франции финансовые и и путешествие по армении и и там сказать недельное путешествие с супругой или с женой или так далее с другом подругой да подругой кем угодно да или с мужем если женщина я должен сказать география очень широкая пока что 20 чем-то человек подали заявки из каких стран из россии это в основном из россии из ближнего зарубежья и стран ближнего зарубежья это хорошие работы довольно я вам скажу по интересу самая разнообразная тематика самая образа разнообразная тематика очень интересная очень рад что мы как раз учредили эту премию это придаст новый импульс и развитию арменистике в армении в целом скажите а тему выбирают сами сами естественно не ограничено это не только не опубликованные работа это и опубликованные последние значит в течение последних трех лет она она уже если книга вышла в течение вот последних трех лет последних трех лет то автор может представить на кого ясно хорошо на прекрасно я думаю что таким образом в общем то мы привлекаем в очередной раз внимание к своей стране и к проблемам арменистики и хорошо что этим занимаются зарубежные ученые хорошо что мы не варимся в своем собственном катле ну вот сейчас я вам скажу егор еще другие другой вопрос который самый важный это надо в русской арменистике во всяком случае в русскоязычной среде внести некоторые элементы сказать очень важные для нас для нашего русле интересов нашего народа и в целом только арменистик это вопросы которые сейчас в азербайджане вы сами знаете сейчас а переатрибуции армянского наследия в азербайджане это очень важно вот сейчас вот я думаю в русле этой этой этого конкурса этой программе можем стимулировать работе в этом направлении вот сейчас все делается там чтобы это все обосновать там приглашаются разные люди печатаются псевдолитература и в баку и в разных местах где у них есть деньги платят и печатают огромное количество значит финансирование нас и огромное огромное финансирование и и идет лабийская работа в разных центрах сейчас это тоже части вот той программе чтобы развить как раз нашей борьбы и часть информационной войны да ну да возможно так можно ну и нужно серьезно об этом задумываться ну и хорошо что в нашей стране кто-то этим занимается слава богу слава богу да так елена что по поводу что за карту карта мультимедийная интерактивная карта русско-армянского партнерства в периоды русско-турецких и русско-персидских войн 19 века ну как известно что русско-турецкие русско-персидские войны и том числе территория армении бы была охвачена этими войнами где-то было плацдарм 16 по 20 век там если считать в общей сложности это огромное количество лет да и армения стала так сказать полем битвы яблоком раздоров между империй вот этих наша задача была обозначить на этой карте как уже известные места сражений захоронений каких-то братских могил мостов храмов каких храмов да крепостей может быть вот все что касалось что касалось но это 19 век только пока на данный момент только 19 век вот работа велась с архивами в том числе с национальным архивом армении при поддержке института востоковедения российско-армянского университета потому что те топонимы которые мы находили в архивах вот они уже все устаревшие и специалисты института востоковедения нам помогали их перевести нас восстановить территория арцаха тоже входит пока нет то есть мы говорим сейчас только это работа невозможно охватить все по регионам будет на данный момент мы уже внесли на карту 50 точек начиная с лорийской области заканчивая копаном мегри где были вот такие знаковые сражения в том числе помимо уже известных мест например там все знают не все но большинство знает там где проходила памбакское сражение нам стоит памятник или тому шаканское сражение там стоит памятник но есть множество мест которые никак никакими знаками не обозначены наша задача нанести это на карту а мы выезжали на место где происходило это сражение фотографировали это место находили какие-то исторические карты фотографии брали геолокацию заносили на карту то есть когда карта будет презентована любой желающий может зайти на эту карту нажать на точку то есть это в сети будет интерактивная история там будут фотографии карты рассказ на скольких языках пока только на русском и на армянском на русском и на армянском также наша задача вот эти не обозначенные места как-то обозначить поставить таблички поставить какие-то памятники в процессе работы мы нашли очень много так условно говоря интересных захоронений например в селе пушкина лорийской области мы нашли захоронение полковника ватеркамфа это такой из черного мрамора внушительных размеров памятник стоит на кладбище на старом кладбище пушкиная если кто не знает это село в котором в основном живут молока не сейчас там сейчас уже давно когда-то когда-то это было молоканское силу и что интересно мы нашли старожилов которые нам рассказали что вообще-то этот памятник стоял на подворье русской церкви который сейчас нет а потом перенесли а потом его перенесли на общее кладбище потому что церковь была разрушена вот но люди помнят что вот здесь происходило и мы нанесли конечно на карту и сфотографировали этот памятник или другая очень интересная история например в дележане тоже была русская церковь которая разрушена в середине двадцатого века из-за схода оползня и на подворье этой церкви были тоже воинские захоронения капитана томича кстати могила сохранилась а вот полковник вышинский который после войны остался в дележане и стал этнографом изучал край писала об этом он тоже был похоронен на подворье этой церкви но вот оползень уничтожил как церковь так его захоронение теперь мы решаем вопрос чтобы как-то восстановить эту могилу или поставить какой-то знак что вот здесь такой-то ясно ну это же хорошая замечательная история в конце концов этой истории и нашего народа и нашего нашей родины поэтому нашей стороны конечно в очередной раз об этом наверное поговорить тоже да прекрасно ну и хотелось бы надеяться что вот когда будут облагораживаться эти самые территории там будут проведены также работы по очистке вот и тоже будет большая польза обществу соответственно сделано но я так понимаю что мой институт востоковедения плотно сотрудничает с русским домом и это тоже прекрасно вот потому что это сотрудничество дает плоды и вам и нам и и всем получается так вот огромное количество вопросов конечно хотелось бы обсудить с господином сатриана потому что вообще там та область науки которую он изучает интересно наверное мне и огромному количеству радиослушателей но времени резиновое поэтому мы еще раз вас благодарим будем надеяться что на маленькая брошюра с победителями конкурса будет и у нас мы тоже почитаем посмотрим что новое в мире армянистики да а периодически приходите к нам в гости вот вы знаете это всегда интересно да наши соседи огромное количество денег как вы уже сказали вкладывают во все то что они делают и пользуются любым случаем для того чтобы говорить о том чего нет а мы к сожалению очень часто не можем даже сказать то что у нас есть и было да вот и еще один момент очень важно почему для нас намного важен вот этот русскоязычный момент почему русскоязычный материал и именно настаиваем фокус у нас на русскоязычном характере да вот эти произведения и так далее будут научных чисто академических имеющих определенное значение ну пропагандистский характер и так далее это важно потому что вот наша сейчас стихия это русскоязычный мир и и и россия и по советской пространству и так далее на западе и в академических центрах западные эти моменты которые оплачиваются азербайджаном никто не читает вообще это все теряется это абсолютная пустота это это макулатура действительно поверьте это макулатура никто допустим серьезно воспринимает нигде что вот что то есть армянской церкви значит на территории вот то что на территории который сейчас под контролем азербайджану это якобы там албанск албанск это не кто это смешно просто говорит но русскоязычное пространство имеет свои характеристики свои особенности для нас это намного ближе имеет для нас и политическое значение поэтому именно русскоязычный характер армяноведения особенно этих тонких сфер для нас имеет первостепенно важное значение поэтому мы должны развивать вот это это направление то есть если вы издаете книгу опровергаете какую-то писанину азербайджанского севдоученого или муалима как они говорят этого муалима это просто смешно на английском языке делать потому что на него там никто не обращает внимание вообще не знает кто он такой ясно а тут это на русском языке когда есть на русском языке допишется как обосновывается и так далее тогда имеет важное значение имеет имеет в общем то имеет какой-то выход политический для нас выхлоп да действительно ну что ж спасибо большое еще раз что нашли время пришли на прекрасные начинания будем надеяться что начинания прекрасные будут продолжаться и будет много сделано того чтобы мир а нас больше узнал и чтобы мы вот русскоязычный русскоязычный мир а нас побольше и в этом смысле как раз деятельность в росте сейчас поглядя с вадимом павловичем фифиловым очень я эти восторженно отношусь к вашей организации сейчас и мне очень приятно с вами сотрудничать спасибо можно еще добавить что презентация карта состоится завтра ухты и завтра можно уже собственно говоря до после вашей презентации она будет в сети или нет нет пройдет обсуждение среди ученых а потом в ближайшее время нам сообщите когда обязательно скиньте нам информацию мы об этом тоже поделились ну что ж напомни а конец мугорчан ну что ж у нас сегодня был директор российско-славянского стакана да 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 гарди касатриан и елена шуваева это в этом этот раз координатор этнографической как бы группы то потому что в прошлый раз были проект проект ну что ж доброе утро на рекламу на радио ван после все остальное спасибо нашим гостям